Встречаем лётчиков! Праздник авиации! 100 лет военно-воздушным силам! Пятёрка русских витязей, 4! Стрижа в едином пилотажном строю! Девятка самолётов, боевых машин! На минимальных интервалах и дистанции групповой высший пилотаж! Авиационная база Кубинка! Центр показа авиационной техники имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба! Это этот кубинский бриллиант мы видели с вами над Красной площадью в честь Дня России, в честь победы! Этот кубинский бриллиант мы видели с вами на авиасалонах! И вот сейчас лётчики Кубинки демонстрируют уникальный высший групповой пилотаж на боевых машинах! Вы видите, какая красивая раскраска Стрижа! Семь лет назад была изменена, и вот сейчас лётчики выполняют энергичный набор высоты, далее доворот, поворот, девятка боевых машин в едином строю, пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». «Стрижи» были в другой раскраске. Когда Павел Николаевич Власов предложил со своим коллективом эту раскраску, долго ветераны обсуждали, стоит ли соглашаться. Но сейчас, по истечении этого времени, можно сказать только огромное спасибо. Стриж сверху на крыле и на фюзеляже уникальной боевой машины МиГ-29. Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи», «Девятка самолётов», ведущей группы военный лётчик первого класса «Гвардии» подполковник Андрей Алексеев. На «Витязях» вместе с ним «Гвардии» подполковник Олег Ерофеев, гвардии подполковник Александр Богдан, гвардии подполковник Сергей Щеглов, гвардии майор Денис Плаксин. На «Стрижах» ведущей группы гвардии подполковник Валерий Морозов, гвардии подполковник Сергей Осяйкин, гвардии майоры Селиванов-Кузнецов, военные лётчики первого класса, авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи», демонстрационный полёт во славу военно-воздушных сил России, во славу праздника авиации. Уникальный пилотаж. Тяжёлый труд лётчиков выдержать такой пилотажный строй на скоростях от 450 до 800 км в час. Нам сейчас даёт возможность операторов посмотреть, какие интервалы между консолями и крыльем. Так вот, эти интервалы – один метр. А дистанция между кабиной лётчика и впереди летящим крылом своего товарища достигает 3 метра. Лётчики выполнили очередной доворот, разворот. Идёт разгон скорости. Обратите внимание, минимальное принижение. Вот они вместе. «Витязи» и «Стрижи» во славу 100-летнего юбилея военно-воздушных сил России «Косая петля». Авиационные группы были созданы в апреле и в мае 1991 года на подмосковной Кубинке. Историю свои, свою историю, они начали гораздо раньше. В 1938 году на базе двухразведывательной одной истребительной эскадрильи был сформирован 19-й истребительно-авиационный полк в местечке Горелого под Ленинградом. Потом был перевозирован в Кубинку. И мы видели с вами полёты «Красной пятёрки». В годы войны в центре показа служил Иван Никитович Кожедуб. И в 1974 году была сформирована специальная 4-я пилотажная эскадрилья, которая лишь решала задачи подготовки лётного состава к выполнению группового пилотажа. Мы видели с вами в кадрах хроники звёзды над Красной площадью, над Москвой. Так эти звёзды взлетали с подмосковной Кубинки. Вот сейчас мы видим, какие струи срываются с законцовок крыла. Сложный, тяжёлый труд лётчика. Многие задают вопрос, как можно удержать этот пилотажный строй. Ответ здесь прост. Надо верить в небо. Надо верить в самолёт, которым управляешь. И надо верить в сердце товарища, который рядом. Петля Нестерова, девяткой боевых машин в небе Жуковского. Над аэродромом Раменское. Петля Нестерова. Вы видите, насколько интенсивно выполняется маневр. В жгуты заворачивается воздух. И улыбка очаровательной девушки подарок нашим лётчикам за их высший пилотаж. Конечно, всё то, что происходит в небе, милые женщины, это всё ради вас. Вся жизнь авиационная, всё ради вас. Кто бы что ни говорил о любви к небу, о покорности, всё это ради вас. Да, лётчик любит небо. Он опирается на него. Но всё это делает ради самой очаровательной половинки нашего человечества. Ради уникальных мам, жён, дочерей, подруг. Всё это ради вас, милые женщины. И сегодня, дорогие ветераны нашей авиации, уважаемые женщины, ветераны авиации, слава вам за то, что вы своим женским трудом, женскими руками поднимали в небо, испытывали, воевали, защищали наше небо. Обратите внимание, насколько чётко выполняет пилотаж девятка самолётов. Голокол и Петра Пугачёва. Дорогие друзья, для вас распуск! Сейчас распуск выполнили пилотажники. Пятёрка Витязи вверх на петлю. Стрижи выполняют сбор. Немножко не видно нам, как это всё в динамике. Вот Витязи пятёркой. Набор энергично. Стрижи по прямой. Сразу произошёл сбор в пилотажный порядок. И мы видим красивую пятёрку Су-27-х. Ведущий Андрей Алексеев. Хвостовой ведомый Олег Ерофеев, Александр Богдан. Слева Сергей Щеглов. Справа Денис Плаксин. Авиационная группа высшего пилотажа русские Витязи. Авиабаза Кубинка. Центр показа авиационной техники имени трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Самолёт ИСу-27. Воздушный боец. Девять точек подвески. Управляемые, неуправляемые, бомбовое вооружение. Пушка. Самолёт способен применять всё то, что будет использовано против врага. И не советовал бы я встретиться в воздушном бою с этой уникальной боевой машиной. Витязи выполняют доворот. Стрижи собрались в ромб. Мы сейчас с вами видим выполнение пилотажа в составе пяти самолётов авиационной группы. А вот заходит на встречном курсе в пеленге Стрижи. Скорость 700 км в час, высота 100 метров. Вот они выстроились в пеленг. И на встречных курсах Витязи слева, Стрижи справа. Сейчас будет выполнен проход ведущий Стрижей гвардии подполковник Валерий Морозов. Ведущий Витязи гвардии подполковник Андрей Алексеев. Вот они выполнили проход на встречных курсах. И сейчас Стрижи перестроятся в пилотажный порядок ромб. И далее продолжат выполнение фигур высшего пилотажа. Уникальная красивая пилотажная группа Стрижи. Мощная замечательная пилотажная группа русские Витязи. Вот уже видно как Стрижи перестроились в пилотажный порядок ромб. И продолжает выполнение группового пилотажа. Стриж нарисован на фюзеляже самолета МиГ-29. Настоящий воздушный боец. Прекрасен его полет. Птица Стриж никогда не останавливается не садится на землю. Поэтому и Стрижи выполняет всегда динамичный мощный красивый энергичный пилотаж. Стрижи в небе Раменского очередная фигура высшего пилотажа на интервалах 1 и дистанции 3 метра. Петля Нестерова Ведущей группы гвардии подполковник Валерий Морозов военный летчик 1 класса. В хвостовой ведомой гвардии подполковник Сергей Осяйкин военный летчик 1 класса. Слева справа гвардии майоры Кузнецов Селиванов военные летчики 1 класса. Авиационная группа Стрижи. За 21 год Стрижи облетали все континенты мира. В 93 году группа признана лучшей пилотажной группой мира, когда был выполнен перелет в Малайзию и в течение двух суток с разобранного состояния, поскольку самолетами самолеты были переброшены антеями, были собраны и продемонстрированы уникальный высший пилотаж. В Чехии, в Эмиратах Стрижи демонстрировали свой высший пилотаж. Вот сейчас вы видите выпущены шасси, включены фары, скорость 700, будет выполнена косая петля с выпущенной механизацией демонстрируют летчики уникальный высший пилотаж. пилотаж. В пилотаж. В пилотаж. В пилотаж. В пилотаж. Ах, как эти парни красивы и в небе землею сильны. Военно-воздушные силы особая гордость страны. минимальные интервалы, минимальная дистанция, ювелирная техника пилотирования. Вот так летают летчики авиационной группы высшего пилотажа стрижи. Авиационная база Кубинка, военно-воздушные силы. Вот вы видите какое принижение хвостовой. Буквально метр относительно высоты полета самолета ведущего. вот она птица стриж на фюзеляже самолета МиГ-29. На подмосковной Кубинке при выполнении тренировочных полетов нельзя спрятаться от зоркого глаза ветеранов. Все ветераны пилотажники выходят смотреть и оценивать полет. Обязательно после полетов будет звонок командиру. И вот стрижи перестроили широкий ромб. Внимание! Будут синхронные бочки. Команда на сбор. Обязательно ветераны выскажут замечания. кто стоял правильно, кто работал педалями, кто выполнял весь полет с правым кренчиком, кто поздно добавил обороты, как построил маневр ведущий. Это школа летного мастерства. Никогда командир не обижается на это, только слушает, внимательно анализирует, и это дает возможность сохранить эту школу, уникальную школу. Вот перестроились пилотажный порядок стрела. Вы видите своеобразная стрела в небе. МиГ-29, дальность полета около двух тысяч километров, продолжительность более двух часов. Воздушный боец, который способен применять управляемые, неуправляемые, бомбовое вооружение. Пушка. По этажным порядком стрела. Стрижи выполняет петлю Нестерова. Уважаемые ветераны, у нас есть возможность с вами сравнить то, что мы видели в начале летной программы и то, что мы видим сейчас. У Стрижей интересная программа в составе шести самолетов. Задача стоит поднять девятку МиГ-29 для того, чтобы демонстрировать групповой пилотаж девяткой МиГ-29. Впервые девятка самолетов была поднята в Кубинке в далекие 70-е годы. Это были самолеты МиГ-21, они выполняли только проходы. Уверен, что сейчас смотрит эту программу Венер Каримович Шарипов, который был ведущим этой девятки. Все ветераны, которые так или иначе по различным причинам не смогли приехать сегодня на этот праздник, для вас, дорогие ветераны, Стрижи и Витязи выполняет групповой высший пилотаж. Спасибо вам за то, что вы поставили на крыло наших летчиков, за то, что подняли их в небо, за то, что доверили выполнять уникальные фигуры высшего пилотажа. Спасибо техникам, спасибо связистам, тыловикам, спасибо всем, кто обеспечивает полеты, спасибо всем. вот Стрижи выполняют бочку сейчас, уникальнейшая, сложнейшая фигура группового высшего пилотажа. В свое время знаменитый летчик-испытатель сказал, что если Витязи выполнят бочку, он готов снять ЗШ, разбить его об взлетную полосу и уйти с авиации. но его пожалели и после выполнения бочки сказали, ладно, летайте дальше, потому что таких летчиков, как вы, очень мало. Не буду называть фамилию уникального летчика, который сомневался в том, что Витязи выполняют бочку. А сейчас мы видим, насколько четко, красиво Стрижи выполняют пилотаж. Гвардии подполковник Валерий Морозов, гвардии подполковник Сергей Осяйкин, гвардии майоры Кузнецов, Селиванов. Вот они демонстрируют проход в плотном ромбе. Вы видите, интервалы дистанции минимальные. Аплодируют зрители, несмотря на то, что они уже 12 часов на аэродроме. Мы видим, практически все стоя приветствуют авиационные группы высшего пилотажа Стрижи и русские Витязи. Авиационная группа Стрижи. Что можно добавить к этому замечательному полету? можно только любоваться. И здесь под фанеру не выступишь. Вот роспуск тюльпан для вас, милые женщины Стрижи, рисуют в небе подмосковного раменского тюльпана. Закончили демонстрационный полет. Авиационная группа Стрижи уйдет на сбор и выполнит заход на посадку. Посадку на святой кубинской земле. Сейчас ведущий выполнит еще несколько фигур для того, чтобы продемонстрировать насколько красив МиГ-29 в полете. Идея совместного группового пилотажа давно родилась на Кубинке. Много было споров поднимать или не поднимать вместе разнотипные самолеты. Вес МиГ-29 18 19 тонн Су-27 более 30. Вот сейчас ведущий на предельных параметрах демонстрирует высший пилотаж гвардии подполковник Валерий Морозов военный летчик первого класса. Вот сейчас он выполнил доворот угол 90 70 градусов скорость 100 50 скорость 0 остановился самолет колокол. Даже опытные летчики пилотажники были против того, чтобы Су-27 с МиГ-29 летали вместе. Но уровень летного мастерства, вера в каждого летчика, вера в технику позволила принять решение и выполнять этот уникальный пилотаж. Вы помните первый пролет 2003 год над Москвой в день Дня России шестерка МиГ-29 ведущий гвардии полковник Николай Михайлович Дятел, четверка Су-27 десятка. Но потом, когда был проведен анализ и было принято решение, что все-таки более красивый полет, когда пятерка и четверка вот сейчас выполняет проход и уход на аэродром Кубинка ведущий МиГ-29 АСУ-27 авиационной группы высшего пилотажа русские Витязи продолжат выполнение демонстрационного полета. Буквально на прошлой неделе русские Витязи демонстрировали высший пилотаж над Белгородом. Там в Борисовском районе рядом с поселкой Борисовка вот показывает оператор красивый полет Стрижа. Спасибо Стрижи мягкой вам посадки. Так вот деревне Борисовка был показан открыт памятник русским Витязям и всем пилотам военно-воздушных сил России самолет Су-27 установлен на постаменте. Летчики выполнили несколько фигур над этим памятником большое количество людей пришло на открытие. Спасибо огромное всем, кто принял такое решение и организовал. А сейчас мы видим с вами пилотажном строю пирамида. Выполняют Витязи прекрасный групповой высший пилотаж. пилотаж. 4 часа лётчики выпускают механизацию и продолжают выполнение своего пилотажа. Выпущены шасси, вы видите, выпущен тормозной щиток. Лётчики выполняют проход на скорости 350 километров в час. Высота 100 метров, включены фары. Мощный самолет Су-27. Ведущей группы военный лётчик первого класса гвардии подполковник Андрей Алексеев. Вот сейчас выполнил отход от группы крайней ведомой. Витязи перестроились пилотажный порядок Ромб. Гвардии майор Денис Плаксин выполняет проход, приветствует всех, кто пришёл на авиационный праздник. На Витязи в пилотажном строю Ромб продолжат выполнение высшего пилотажа. Русские Витязи они эскортировали королеву Англии. Они выполняли пилотаж на всех континентах мира. Им рук поплескали на всех авиационных салонах. Все восхищались высшим пилотажом русских Витязей. Но наиболее тепло, наиболее сердечно всегда, конечно, Витязи встречают наши русские люди, которые всегда чистым сердцем аплодируют нашим русским Витязям, потому что это русские Витязи. Вот сейчас они в пилинге проходят в прекрасном строю над аэродромом Раменской. Сразу у нас на глазах перестроение Ромб ведущий гвардии подполковник Андрей Алексеев, хвостовой ведомый гвардии подполковник Олег Ерофеев, слева гвардии подполковник Сергей Щеглов, справа гвардии подполковник Александр Богдан, военные летчики первого класса, военно-воздушные силы, русские Витязи. Русские Витязи выгрожают искреннюю благодарность всем, кто создал эту крылатую боевую машину. Низкий поклон конструкторам, слава нашим мотористам. Вот сейчас вы видите в плотном ромбе отсутствуют интервалы и дистанции между самолетами. Крыло за крыло заходит при выполнении плотного ромба. И насколько ювелирная техника пилотирования должна быть, чтобы верить в своего товарища, который рядом на этой боевой машине с весом в настоящий момент каждого самолета около 26 тонн. Размах крыльев 15 метров, длина самолета 21 метр. Два двигателя, теговооруженность каждого по 13 тонн. Самолет Су-27, авиационная группа высшего пилотажа русские витязи. Здесь, в чистом, прекрасном, мирном небе, аэродрома Раменское, во славу столетнего юбилея военно-воздушных сил, во славу великой России, верю, что и на 150, и на 200-летний юбилей витязи будут выполнять групповой высший пилотаж. сейчас выполнен двойной боевой полупереворот и снова горка, поворот вправо на тех же интервалах один и дистанции три метра. Многие-многие годы русские витязи демонстрируют летное мастерство и боемую мощь самолета Су-27 в небе России. Хотелось бы верить в то, что русские витязи после окончания испытаний самолета Т-50 будут выполнять на нем свое мастерство, демонстрировать мощь этого самолета. Русские витязи и стрижи в небе Раменского искренне и сердечно. И мы вместе с ними присоединяемся поздравлением наших олимпийцев, которые в далекой Англии завоевывают честь и славу нашей великой спортивной России. По волейболу художественная гимнастика в боксе до 81 килограмма. Мы искренне поздравляем всех, кто самоотверженно, с честью и достоинством выступил на Олимпиаде. Великая спортивная Россия слава всем героям Олимпиады. Витязи для вас выполняют групповой высший пилотаж в небе Раменского. для ветеранов, для мальчишек и девчонок, которые сегодня на летном поле Раменского и которые возле экранов телевизоров смотрят и принимают решение стать летчиками, техниками, инженерами, связать свою жизнь с небом. Вот она будущая летчица, она приветствует русских Витязей. Обратите внимание, сложнейшая фигура группового пилотажа Бочка в составе ромба Витязей в небе Раменского. Аплодируем летчикам слава авиации России. И снова доворот для выполнения очередной фигуры высшего пилотажа. Русские Витязи и Стрижи помнят тех, кто навсегда ушел в небо. Вечная память нашим авиаторам, которые улетели навсегда и не вернулись. Сейчас русские Витязи выполняют доворот и будет выполнен распуск. Внимание! Левый правый косая петля влево вправо пара ведущий хвостовой ведомый роспуск для выполнения захода и выполнения сложнейшего встречного пилотажа. Ведущие выполнили колокола. Сейчас нас нет возможности здесь увидеть. Колокол выполнил ведущий хвостовой и после схода с колокола будет заход на встречный пилотаж. Вот мы видим сейчас как заканчивается уникальная сложная фигура высшего пилотажа колокол выполненная гвардией подполковником Андреем Алексеевым гвардией подполковником Олегом Ерофеевым и сейчас ведущий с ведомым два однокашника выпускника 1995 года выполнят встречный пилотаж. Вот они выполнили проход Расстояние между самолетами 30 метров При выполнении прохода скорость 600 км в час Высота 100 метров Веснова доворот на 90 разворот на 270 Справа гвардии подполковник Андрей Алексеев Слева гвардии подполковник Олег Ерофеев Военные летчики первого класса самолеты Су-27 авиационная группа русские Витязи Внимание Верас с выполнением бочки на встречных курсах не на спортивных и не на учебно-боевых самолетах а на боевых машинах Су-27 Милые женщины девушки переживают внимательно смотрят за высшим пилотажом уникальной пилотажной группы Вы видите написано русские Витязи Вот пара проходит и снова на встречных проход с выполнением вертикальных маневров вводом петля с поворотом выполняет ведущий ведомой петлю с поворотом перегрузки на маневрах до 7-8 единиц скорости на вводе 700-750 километров в час Вот мы видим как заламывает летчик самолет настоящий воздушный боец по 13 тонн тяги каждого двигателя на форсаже 26 вот сейчас тройка Витязей собирается к ним подойдет и пилотажном строю ром они пройдут а одиночный пилотаж вот перевернутый полет косая петля на форсаже выполняет командир авиационной группы высшего пилотажа русские витязи гвардии подполковник Андрей Алексеев поступил в Харьковское авиационное высшее военное училище летчиков потом в связи с реорганизацией переведен в Качинское высшее военно-авиационное училище летчиков закончил в 95-м году нашу родную Качу 4 однокашника 4 выпускника Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков на аэродроме в Раменском сегодня многие однокашники встречаются выпускники Качинского Харьковского Черниговского Борисоглебского Ставропольского Армавирского Сызранского училищ слава вам наши родные училища низкий поклон вам форсаж перегрузка 7 энергичное вращение восходящая бочка выключен форсаж доворот слава авиации России слава военно-воздушным силам слава вам дорогие русские витязи за то что вы демонстрируете боевую мощь и летное мастерство великой России вот сейчас летчик выполнил доворот убрал обороты 82 и демонстрирует проход на минимальной скорости 180 километров в час высота 300 метров вот так умеют ходить по небу настоящие профессионалы рядом выполняет проход в пилотажном строю ромб русские витязи ведущий гвардии подполковник коллеги Ерофеев хвостовой гвардии подполковник Александр Богдан гвардии майор Денис Плаксин справа слева гвардии подполковник Сергей Щеглов военные летчики первого класса во славу авиации в память о тех кто ушел в небо навсегда по славу ветеранов в честь 100-летия военно-воздушных сил уникальный групповой высший пилотаж авиационная группа 237-го гвардейского Проскуровского орденов Кутузова Александра Невского центра показа авиационной техники имени трижды героя Советского Союза маршала авиации Ивана Никитовича Кожедуба русские витязи ромб в небе аэродрома Раменская милые женщины они показывают руками насколько сложно переживают держатся за сердце все будет в порядке поверьте летают профессионалы роспуск фонтан для вас милые женщины девушки девочки салют во славу авиации салют в честь столетнего юбилея салют и слава нашей великой авиационной державе России ура уверен что все кто не смог приехать сегодня на этот праздник в Раменское у экранов телевизоров стоя аплодируют русским витязям стоя аплодируют нашей авиации стоя аплодируют великой России и сейчас в небе цифра сто летчики Липецкого центра Астраханского центра авиационных гвардейских баз первого разряда на самолетах Су-25 МиГ-29 Су-27 в небе цифра сто аплодируем летчикам ювелирная техника пилотирования сто лет военно-воздушным силам великой России слава русскому оружию слава великой авиационной державе России в едином строю цифру сто милые улыбки аплодисменты очаровательных женщин это достойно ювелирная техника пилотирования нам видно с вами и вот встречаем флаг Российской Федерации девятка Су-25 включены система визуализации полета флаг России аплодируем 100-летнему юбилею авиационного мира военно-воздушных сил России с праздником вас дорогие товарищи с праздником наши родные любимые ветераны еще раз слава вам и низкий поклон за то что вы своим сердцем своей жизнью своей кровью и потом дали возможность сегодня состояться этому уникальному празднику вечная слава тем кто навсегда ушел в небо и сегодня они с нами с небес смотрели за этим чистым мирным небом подмосковного Раменского уверен что они порадовались за то что сегодня и погода почувствовала то что надо дать возможность полной мере насладиться тем что было создано за сто лет начиная от полетов маленьких самолетов которых летчики револьверами воевали в небе до полетов мощнейших самолетов современности Ту-160 Ту-95 вертолетов армейской авиации и настоящих боевых самолетов Су-27 МиГ-29 Т-50 и многих многих других слава великой России с праздником дорогие товарищи